Напомню, что в Баку Шарль Мишель прибыл после визита в Ереван. Итоги переговоров мы обсудим вместе с депутатом парламента Азербайджана Расимом Мусабековым. Расим Малем, здравствуйте, рады видеть вас у нас в студии. Добрый вечер, Михаил Мишель. Итак, постконфликтное развитие и восстановление освобожденных земель. Какую роль может сейчас сыграть ЕС в нашем регионе? И по итогам переговоров говорилось. Ну, я думаю, что непосредственно какие-то финансовые обязательства в этой связи Евросоюз на себя не брал. Ну, в сущности, мы в них и не нуждаемся. Ну, это Армения привыкла выпрашивать подачки, гранты, потому что самостоятельного внутреннего потенциала для развития у Армении нет. Территория Армении не подвергалась никакому разрушению. Разрушению подвергнута азербайджанская территория. Но у нас, слава богу, достает собственных финансовых ресурсов для того, чтобы восстанавливать оккупированные территории. Да, конечно, если есть высокотехнологичные компании, которые могут привносить вместе со своими инвестициями, которые будут экономически эффективными, заходить на нашу территорию, я думаю, что они получат полную поддержку со стороны Азербайджана. А вот то, что касается непосредственного участия Евросоюза, нет, это пока не предусматривается их восстановление. Ну, и мне уже приходилось встречать, ну, скажем так, радостные пляски армян по поводу того, что им Евросоюз выделяет на 4 года 1,6 миллиарда помощи, плюс еще до 1 миллиарда могут быть инвестиции. Ну, по мне так, лучше быть страной, которая сама оказывает финансовую помощь другим, каковым является Азербайджан, чем радоваться, что кто-то вам что-то подает. Поэтому дает Евросоюз Армении, ради бога, если они по-другому выжить не могут. Я полагаю, что просто, и я думаю, что обязательно, это господин президент в разговоре с председателем Совета Евросоюза говорил о том, что не должно получаться так, что армяне будут тратить европейские деньги на цели развития, для социальных программ, для своего, ну, там, любые коммуникационные какие-то проекты, а собственные скудные ресурсы вновь будут тратить на гонку вооружения или еще на какие-то провокационные деяния. То в этом смысле, я думаю, что Евросоюз должен связывать с оказанием помощи Армении с тем, чтобы там, скажем, в соответствии с масштабами страны и ее возможностями, были урезаны военные расходы и перенаправляли их тоже на цели развития. Такой баланс, думаю, будет. Но есть и определенная поддержка со стороны Евросоюза, других наших проектов, они больше связаны с развитием нашего нового порта в Алятах и других коммуникационных проектов. Рассим, мы все-таки, Евросоюз просто так дает эти деньги, на что рассчитывает? Неужели такая безвозмездная помощь? Они как-то пытаются на свою сторону вновь? Нет, ну что на сторону? В свое время, когда была война 2008 года, Грузии оказали примерно такую же помощь. И сейчас оказывают такую же помощь, например, оказывают и Украине. Там два транша по 600 миллионов евро на только вот текущий год. А зачем оказывать помощь Армении, если в результате войны наши территории пострадали? Правильно, потому что есть французский президент Макрон, который, в общем, Франция всегда была скупа на то, чтобы тратить собственные деньги на помощь кому-либо, но с удовольствием лоббирует для своих подручных стран деньги Евросоюза. Так что, насколько мне известно, в принципе, вот этот пакет помощи Армении пролоббировал президент Франции Макрон. А как это отразится на союзнических отношениях Еревана и Москвы? Москва не любит, когда Запад помогает Армению. То есть, если это касается помощи, то я не думаю, что Москва будет сильно по этому поводу возражать. Наоборот, если вы помните, где-то примерно неделю, 10 дней тому назад президент Макрон разговаривал с президентом России Владимиром Путиным. Но он там все время продвигает идеи о том, чтобы какие-то новые резолюции, связанные с Карабахом, активизация деятельности Минской группы, статус и прочие всякие вещи, которые вообще-то его не касаются. И на что ему Владимир Путин сказал, что займитесь гуманитарными вопросами. Я не думаю, что оказание помощи по линии Евросоюза будет означать то, что еще и Франция будет сюда каким-то образом вмешиваться или участвовать в вопросах, сопряженные с безопасностью. Во время визита Шарля Мишеля в Ереван Николай Пашинян вновь делал неконструктивные заявления. Говорил в том числе о мирном соглашении, о делимитации границ. На что он сейчас рассчитывает? Неужели Вторая Карабахская война и ее исход не стали уроком для Армении? Он вообще по натуре очень авантюристичный человек. И я хочу сослаться на армянские источники политики. Они все говорят, что его поведение тоже в немалой мере способствовало тому, что эта война вообще-то вспыхнула. Потому что он своими дурацкими заявлениями, что Карабах это Армении точка, плясками пьяными в шуше, он фактически сорвал полностью переговорный процесс и сделал эту войну неизбежной. Сейчас ему кажется, что он опять может играть. Что он смог переизбраться. Что у него есть теперь поддержка и легитимность необходимая. Начал уже расправляться со своими противниками. Ну еще и 1 миллиард 600 миллионов европейских денег, видимо, совсем его окренили и его опять несет. Он полагает, что если, ну скажем так, усиливать напряженность по линии границы, что это приведет к тому, что он сможет добиться, что да, Карабахский конфликт не урегулирован, что можно пересмотреть каким-то образом через Минскую группу, через участие Франции. Они думают, может быть, протащить какую-то резолюцию Совбези ООН, чтобы заново эту переговорную повестку сформировать с армянскими, с пашиняновскими пожеланиями. Это полный абсурд. Есть линия границ, по ней надо вести переговоры. Россия говорит, надо вести переговоры. Есть линия, определенная в свое время административными границами в советское время. Когда подписывалась Алматинская декларация, я участвовал там, это в Алмате, в 1991 году, значит, в декабре была такая встреча, и там была принята декларация, и все страны, включая Азербайджан, Армения и Россия, Украина все, что они приняли те границы, которые существовали между республиками в советское время. Но есть конкретно азербайджанские эксклавы казахского района, на Хичеване Керке, до сих пор оккупированы Армении. И они говорят, что пускай Азербайджан об этом забудет. Почему мы должны об этом забыть? Надо обсуждать этот вопрос, надо освобождать эти эксклавы азербайджанские, надо разблокировать коммуникации. Они уклоняются от разблокирования коммуникации, что не будет никакого, значит, Зангизурского коридора. Ну, значит, не будет и Лачинского коридора. Пашинян говорит, давайте откроем транспортные коммуникации через Грузию. То есть, фактически они говорят, что есть 40 километров, которые отделяет Азербайджан от нашего территории в Нахичеване. Значит, пускай Азербайджан через территорию Грузии, Армении, значит, 700 километров, значит, делает крюк для того, чтобы иметь связь с Нахичеванем. То есть, ему кажется, что весь мир должен крутиться с армянскими требованиями. Этого всего не будет, потому что Армения поберушка. Армения сегодня имеет разбитую армию, и Армении не с чего выходить и выкатывать какие-то требования. Об открытии транспортных коммуникаций указано в трехстороннем заявлении. Получается, тем самым армянская сторона его нарушает? Она фактически торпедирует это, но я думаю, что ничего не бывает без последствий. И в этом смысле, я думаю, что скоро Пашинян, как получил хорошую затрещину после своих этих демагогических, авантюристических заявлений, я думаю, что его приведут в чувство. Ну, я надеюсь, что для этого не потребуется еще раз использовать силу азербайджанских вооруженных сил. Вы все-таки вначале сразу отметили, что мы не нуждаемся в том, чтобы Евросоюз нам выделял деньги. Но, тем не менее, на фоне того, сколько выделили Армении, нам всего 150 миллионов евро. Хотя это наши территории, как я уже отметила, были полностью разрушены. Тем не менее, что это? Очередные двойные стандарты Запада? Или они хотят каким-то образом... Я думаю, что двойные стандарты. Ну, посмотрите, я еще раз говорю. У нас более 50 миллиардов долларов свободных средств в нефтяном фонде. То есть, в Евросоюзе считают, что мы не нуждаемся? Да, они считают, что у нас есть достаточно средств для того, чтобы осуществлять все эти свои программы. Ну, просто так, мы в бюджете только в этом году запланировали более миллиарда долларов на восстановление разрушенных, ну, освобожденных территорий. Тогда как Армения должна еще получить где-то 400 миллионов. А я думаю, что с учетом того, что, ну, нефть, мы в бюджете запланировали под 40 долларов за баррель, а она, в общем, с начала года держится выше 60. У нас будут дополнительные финансовые ресурсы, которые можно использовать и на повышение обороноспособности наших вооруженных сил. Ну, и одновременно, я думаю, что они будут потрачены на восстановление оккупированных территорий. То есть, я хочу еще раз сказать, мы не хотим, чтобы к нам относились в Брюсселе так же, как по берушке Армении. Мы партнеры, и у нас, если будут серьезные партнеры, которые, ну, проекты, которые могут представлять интерес для Евросоюза, они их будут финансировать, как они профинансировали, например, ТАНАП. ТАП, то есть, серьезные проекты, в которых Азербайджан выступает не как просительница, а как партнер в реализации проектов, имеющих значение и для Азербайджана, и для Армении. На этой неделе мы вновь наблюдали обстрелы на границе. С чем вы связываете попытки Армении создать вот такую напряженность на государственной границе? На что она рассчитывает? Она рассчитана на то, чтобы привлечь внимание, чтобы еще раз, я еще раз, они все время хотят изменить, скажем, повестку, которая была сформулирована в трехстороннем заявлении. Привлечь внимание кого? На ОДКБ уже рассчитывать не стоит. Не ОДКБ, они сейчас больше свои планы связывают с Францией. Они надеются, что их поддержит Соединенные Штаты Америки. Хотя, я думаю, что у Соединенных Штатов Америки интересы, сопряженные с Азербайджаном, существенно перевешивают все лоббистские возможности, которые есть у армян. Президент Ильхам Алиев сказал, что на территории Азербайджана нет территориальной единицы под названием Нагорный Карабах. Есть Карабах. Это слово, выражение Нагорный Карабах больше вообще не должно употребляться. Кроме того, мы знаем, что уже подписан указ о создании экономических зон, Карабахская экономическая зона, создана Восточно-Зангизурская экономическая зона. В принципе, вы уже этой темой коснулись. Про Зангизур, как я отметила, говорилось в трехстороннем заявлении и подписывал его Пашинян. Как долго будет длиться его истерия по этому поводу и обвинения, что территориальные претензии мы предъявляем? Знаете, или человек начинает понимать, или же его поведение будет провоцировать рост напряженности, при котором, я думаю, что они будут опять получать ощутимые оплевухи. И вот тогда, когда они побегут опять в Москву другим, ему скажут, что поумней и надо вести переговоры, исходя из реалий, а не из своих собственных пожеланий. Ну, в этом смысле, я думаю, что я хотел бы надеяться, что тот урок, который они получили осенью прошлого года, ему пошел впрок, но если нет, я думаю, что, и господин президент говорил, что мы свою обороноспособность все время повышаем, и тем, кто какие-то реваншистские замыслы у себя в глубине души выращивает, не должны забываться. Рассим, последний вопрос, это вопрос подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном, об этом глава государства также напомнила на этой неделе во время церемонии вручения квартир и автомобилей семьям шахидов и инвалидам войны. Говоря об этом, как сказал Ильхам Алиев, из неофициальных источников нам известно, что Армения пока не готова подписать этот договор. Что ждет официальный Ереван, что ждет эту страну без подписания? Когда стороны межгосударственные отношения хотят урегулировать, есть международные принципы, на которых эти отношения выстраиваются. Это означает, что в этом соглашении, мирном соглашении, мирном договоре, большом договоре, по-разному это называют, там должно быть взаимное признание территориальной целостности, границы, обязательства не вмешать во внутренние дела. То есть целый комплекс вопросов, которые необходимо в этом соглашении оговорить и подписать. Это обязательства. Но Армения хочет уклониться от этих обязательств. Она хочет, чтобы до того какой-то статус Карабаха был бы обсужден, и он бы отвечал бы интересам армян. Нет. Нагорный Карабах, как единица, она была ликвидирована еще в ноябре 1991 года. И было это сделано, потому что армяне Нагорного Карабаха, нарушение Конституции Азербайджанов, референдум о отделении от Азербайджана. То есть это же двойное взаимное обязательство, как их перед Азербайджанской Конституцией, так и Азербайджанских властей по отношению к автономии. Автономия была ликвидирована. Они сами объявили себя каким-то НКР и прочее, то есть вышли за рамки Азербайджанской Конституции. Нагорный Карабах в историческом плане, что он когда-то был, такая автономная власть. Да, историки могут, когда об этом этапе будут описывать, могут это использовать. Географы могут использовать этот термин. Политически понятия Нагорный Карабах не существует. И в этом смысле нам нечего разговаривать не только с Арменией, ни с какими посредниками. Минская группа, да, постконфликтным урегулированием хотят заняться, пожалуйста. Но никакой Нагорный Карабах ни с кем Азербайджан обсуждать не собирается. Ну а другие вопросы. Ну, мы в мирном договоре с Арменией нуждаемся не больше, а может и меньше, чем сама армия. Армении нужно мирное соглашение для того, чтобы выйти из того тупика, который они своей политикой себя загнали. Азербайджану нужно есть соглашение трехстороннее. Там оговорен вопрос, связанный с транспортными коммуникациями. Я думаю, что и Россия, которая заинтересована в открытии коммуникации, будет приводить их в этом состоянии, в чувство. Ну и плюс есть пограничный вопрос. Есть оккупированные азербайджанские эксклавы. Мы говорим, что давайте уточним границу по-мирному. Но не захотят по-мирному. Ну, значит, я думаю, что мы в состоянии односторонней выйти на ту линию границы, которая нам принадлежит по праву. Ну и исход уже заранее мы знаем тоже. Спасибо вам большое, Россия Малин, что нашли время, приехали к нам в студию. Спасибо.